Алексей Полекий сейчас с нами на связи, академический директор Центра публичной дипломатии. Алексей, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте начнем, собственно, с немножко другого контекста приезда Си Цзиньпиня в Москву. Напомню нашим зрителям, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной президента Российской Федерации Марии Львовой-Беловой, по-моему, так ее фамилия звучит, за киднеппинг, по сути дела, незаконный вывоз и депортацию украинских детей, взрослых украинцев из Украины на территорию Российской Федерации. В этом свете в Москву прилетает Си Цзиньпинь с миротворческой миссией, по крайней мере, так описывал Си свою цель в статье для российских СМИ, которая появилась буквально перед нашим эфиром за час, буквально до нашего эфира. Не меняет ли, по вашему мнению, ордер от МУС для Путина вообще всего контекста и эффекта, который хотели от этой встречи видеть как в Пекине, так и в Москве? Ну, саму встречу это не меняет. Это меняет, знаете, такую атмосферу. То есть, немножко такой душок появляется для Си Цзиньпиня находиться рядом с Путиным. Но стратегически это не повлияет на повестку, собственно, их встречи. Здесь, я думаю, нужно отметить, что такие встречи, они готовятся заблаговременно. И понятное дело, что этот визит, он имеет такой символический характер. Во-первых, Си Цзиньпин, в принципе, принимая Путина в прошлом году в Пекине, как бы ожидалось, что Си Цзиньпин нанесет ответный визит. То, что Си Цзиньпин не приехал в течение 2022 года, это тоже о чем-то нам говорит. Ну, как бы сейчас уже изменились и обстоятельства, но это такой себе визит, с одной стороны, ответный, а с другой стороны, это визит, который показывает радикально другое символическое значение Китая. Я тут напомню о другом визите, который был в истории Советского Союза, правда, и Китая. Это визит Мао Цзэдуна в Москву. Он там дважды приезжал. Но, собственно говоря, вот визиты Мао, это были визиты, по сути дела, унижения. Вот в его первый визит Мао там долго ждал вообще на встречу со Сталином и тому подобное. И для Китая сейчас визит Цзиньпина – это визит, собственно говоря, господина к своему такому младшему партнеру. Понятное дело, что Китай будет использовать эту ситуацию просто для получения определенных выгод. То есть у Китая все-таки есть интересы, кроме политических. И здесь Китай поддерживает трактовку России международных отношений и, как они называют, кризиса в Украине. Но также Китай эту ситуацию будет максимально использовать просто для своих экономических целей. У Китая все равно сохраняется большой интерес к использованию дешевого сырья в России. У Китая есть интерес к ядерным технологиям. Я напомню, что за прошлый год около 400 миллионов долларов Китай перечислил за обогащенный уран Росатому. Есть еще ряд сфер, в которых Китай еще может что-то получить с Россией. Но то, что Цзиньпину приходится иметь дело с военным преступником, это вносит определенную тональность их встречи. Потому что даже при том, что ни Китай, ни Россия не признают юрисдикцию сейчас этого международного суда. Но при всей антизападной риторике того же Китая, Китай не может сделать вид, что это событие не имеет никакого символического значения. Более того, международный суд это не запад как таковой. Это все-таки международная организация. Более того, среди людей, которые вынесли решение, прежде всего представители Аргентины и так далее. То есть здесь это гораздо более сложная конфигурация. И символически то, что Цзиньпину приходится иметь дело с человеку, которому выписан ордер, это, конечно, внесет определенную тональность этой встречи. Моя главная опять-таки с миротворческой миссией. Си уже, по-моему, то ли прилетел, то ли долетает до Москвы. А статья, о которой мы упомянули, в преддверии, напомню нашим зрителям государственного визита в Россию, председатель КНР Си Цзиньпинь написал большую статью об отношениях Китая с Российской Федерацией. Для российских СМИ писал эту статью Си Цзиньпинь. Китайский лидер, в том числе, отметил, что его поездка в Москву нацелена на укрепление сотрудничества и мира, а также на открытие новых перспектив межгосударственных отношений. Добавил, что государство, то есть Россия и Китай, придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Упомянул Си и о многополярности. По его словам, международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одна страна в мире не превосходит все остальные. Экономической глобализацией и демократизацией международных отношений являются необратимой тенденцией. Также председатель КНР рассказал о своем видении войны Российской Федерации против Украины. Он отметил, что, цитирую, рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалоги и консультации в равноправном порядке и благоразумном и прагматичном ключе. Ну и напомним, что президент государства-террориста Путин также накануне встречи с СИ написал статью для китайского издания Жимин Джейбао. Он не пожалел хвалебных изречений о китайско-российских отношениях. По словам президента Российской Федерации, они якобы выступают во главу угла региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом положительной повестки дня, международных делах, ну и многое другое. Говорил он, и в Кремле, глава Кремля говорил, и, кстати, СИ говорил об уважении устава Организации Объединенных Наций. В общем, что статья СИ, что статья Путина были похожи, ну, на конфетно-цветочный период, вот мне чем-то, знаете, напоминало. Не было такого ощущения. Ну, просто разными языками написано. Скорее всего, скорее всего. И тут в контексте этого тоже возникает вопрос о этой вечной дружбе, я прямо зацепилась за это словосочетание. Может ли Китай сменить свою, условно говоря, миротворческую миссию, да, с которой он выступал со своими 12 пунктами в мирном так называемом плане, на миссию союзническую с Российской Федерацией после этой статьи, оно как-то так вырисовывается, как вы видите, потому что, может быть, даже и этот ордер, врученный, ну, скажем так, оглашенный Международным уголовным судом по отношению к Путину, это как-то их и подтолкнет друг к другу, к союзничеству? Нет, абсолютно. Ну, во-первых, Китай не является союзником ни одной из стран. И эта позиция, она укоренена и вообще в таком видении себя в мире. Во-первых, Китай — это, ну, как называлось, срединное царство. То есть это царство, которое находится не посередине, а в центре мира. И эта ситуация диктует видение Китаем себя и мира вокруг. Поэтому у Китая нету союзников. У Китая есть партнеры, есть стратегические партнеры. И, как упоминалось, Украина в том числе называлась китайским МИДом стратегическим партнером. То, что с Россией, конечно, подчеркивается, вот эта вечная дружба и тому подобное, это риторически поднимает, как бы, вот это их сотрудничество. Но радикального пересмотра отношений здесь нет и не будет. Мне вообще вот эти статьи Путина и Сидзипеня скорее напомнили, знаете, такие советские какие-то заглавицы. То есть это, как бы, риторически важные вещи и совершенно бессодержательные с точки зрения реального наполнения. То есть, по сути дела, ну, как бы, ни в статьях нету ничего нового, ни в самом визите я не ожидаю, что здесь будут какие-то прорывы. То, что можно отметить в целом по отношению к китайскому, как бы, подходу, это то, что Китай пытается постоянно быть очень последовательным, ответственным игроком. Это вот два таких столба, которые Китай всячески подчеркивает, повторяет и строит свою международную политику вокруг этого. Но здесь, знаете, как вот сила может быть слабостью, то, что Китай является вот таким последовательным партнером, он стратегически действует, строя свою политику на десятилетия и тому подобное, в каких-то моментах это, как бы, сильная сторона. Но в ситуации постоянно изменяющегося мира, при том очень быстро изменяющегося, вот эта сила, она может становиться и слабостью. И вот если для, там, конца 20 века, то вот эта последовательность, долгая стратегичность и, как бы, предсказуемость действий Китая была для Китая выигрышной, то в 21 веке, веке, ну, очень высоких скоростей, вот эта стратегия, она может оказаться достаточно, ну, скажем, проблематичной, потому что ситуация изменяется настолько быстро, что такая большая, неповоротливая машина, как Китай, перестает отвечать актуальным вызовам. Она теряет свою динамичность. И вот мне кажется, что вот этот визит, он в том числе, как бы, ситуация уже изменилась. Изменилась рамка, в которой происходит эта встреча. Изменился, по сути дела, даже статус того же Путина, потому что, да, формально это всего лишь предъявленные подозрения, как бы, то есть это ордер на арест, это даже не решение суда. Но для всего мира это очень такой большой сигнал о том, что этот человек перестал быть просто рукопожатным. И Китай... На начале нашего разговора душок, душок остается. Насколько великая китайская культура позволит себе, да, в лице Синь Цзиньпина руку пожать Путину, это интересно. Я думаю, там вопрос о культуре совсем не идет. Алексей, у нас просто остается не так много времени. Тут еще контекст Соединенных Штатов Америки. Джон Кирби, представитель Белого дома, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, в интервью Fox News говорил, я цитирую, «Обе страны Российской Федерации и КНР подрывают международный порядок, основанный на правилах, которые США и много союзников и партнеров выстроили после окончания Второй мировой войны». Вот что сказал господин Кирби. Что визит Синьпиня в Москву, встреча с Путиным, обсуждение разных вещей, о которых мы уже сегодня вспоминали, говорит для Соединенных Штатов Америки? Ну, я думаю, что в целом Китай пытается предупреждать Соединенные Штаты вот такими визитами, в том числе о том, что если Соединенные Штаты будут давить на Китай больше, особенно в вопросе Тайваня, и в целом не пойдут на пересмотр отношений, то у Китая есть возможность создать как бы такие центры противовеса. То есть, соответственно, Россия в том числе является таким инструментом и ресурсом для Китая показывать, что мы либо находим формат более-менее удовлетворяющий и Китай, и Соединенных Штатов, либо же Китай готов втягиваться в противостояние, у Китая достаточно партнеров, которым тоже не нравится доминация США, и мы будем создавать вот такие, скажем, центры противоположной силы. У нас хватает таких союзников в виде того же Ирана, России и тому подобное. Но здесь есть такой момент, что все-таки для достаточно большого количества стран доминация Соединенных Штатов или, как называют часто, коллективного Запада тоже является достаточно проблематичной. Поэтому в каком-то смысле Китай не то чтобы может будут поддерживать, но сохранять определенную такую равноудаленность многие страны. Соответственно, это большая ситуация вот таких поисков новых конфигураций взаимоотношений. А то, что Китай, он пока не знает вообще, что делать вот в этом, по сути, изменившемся мире, допустим, с Россией и Украиной, это тоже видно. Потому что Украина, допустим, для Китая является большой проблемой. У Китая нет внятной политики и внятного понимания, а как вообще выстраивать свои отношения с Украиной. Более того, я уверен, что в Пекине пытаются понять, а вообще каким образом в ситуации, когда Россия проигрывает войну, и она очевидно проигрывает войну, вопрос времени, конечно, цены и тому подобное, выстраивать отношения с Украиной, которую Китай никогда не воспринимал в качестве серьезного игрока, самостоятельного игрока. А ситуация радикально изменилась. Украина неминуемо будет центром региональной консолидации. Поэтому для Китая сейчас огромное количество вызовов. И то, как Китай реагирует, пока мы видим, что он пытается все так же действовать в своей парадигме такого, скажем, постоянства и последовательности, ну, которое, мне кажется, требует таких больших изменений. Трава времени, как мы услышали из ваших слов. Спасибо вам большое. Алексей Полевки, академический директор Центра публичной дипломатии, был с нами на связи.